Ну что, ребятцы, всем привет! Я в какой-то веке довез тачку до Лехи, чтобы посмотреть, что с ней хорошо, что с ней плохо, починить какие-то темы, которые откисли, а это значит, что сейчас отличное время, чтобы рассказать вам про итоги поездки в Дагестан, и давайте начнем с моих впечатлений. В целом, поездка была суперкрутая, я думаю, вы поняли это и по видосам, которые уже вышли, и по моим фоткам в Инстаграме. Если не поняли, то заходите смотрите видосы, заходите в Инстаграм, смотрите фотки, там действительно круто, действительно очень красиво. Я провел очень классные три недели, и очень много эмоций получил, много чему научился и так далее. То есть, в целом, конечно, поездка была суперкрутая. Поначалу было жутко стрёмно, ну не жутко, но было реально стрёмно, потому что, ну ты не шибко привык к машине, ты не знаешь, на что она способна, а когда ты заезжаешь в Дагестан, начинаешь подниматься или спускаться по каким-то лютым подъемам или спускам, то ты не понимаешь, куда ты можешь заехать, куда нет. Как вы могли видеть из первого видео, я даже забыл, да и, может быть, даже и не умел правильно водить грузовую машину на спусках, и спалил колодки. Ну, подпалил, да, то есть, благость, они остались живы, и дальше служили мне верой и правдой. В целом, вот такие вот всякие ситуации, когда ты не понимаешь, на что способны машины, ты не очень хорошо её управляешь, они, конечно, ну тебя немного триггерят и вызывают некоторый стрём. Всё время где-то в голове, на задворках сознания крутятся мысли о том, что может что-то откиснуть, сломаться, как и в тачке, так и в автодоме. И первые недели-полторы от этой мысли было тяжело избавиться, она тоже добавляла некоторого негатива. Очень хорошо то, что первую неделю со мной был Лёха, спасибо ему за это большое, потому что с ним, конечно, было, ну, намного спокойнее, потому что я понимал, что вы вдвоём всегда точно разрулите ситуацию, ну и если что-то сломается, то Лёха сможет это починить достаточно быстро. Потом, когда Лёху я отправил на самолёт, первый, может быть, день-полтора тоже было достаточно стримновато, когда я понимал, что всё, теперь я полностью один, и если что-то откиснет, то мне придётся с этим как-то разбираться самому. Понятное дело, что все вопросы решаются, всегда можно вызвать эвакуатор, куда-то доехать, где-то что-то тебе починят, помогут, но мысли всё равно вот эти вот негативные сидят, типа, блин, вот, будет жёстко, придётся разрулить эти ситуации. В какой-то момент, вот через неделю-полторы-две, ты просто принимаешь как есть, и тебе уже просто пофигу, то есть ты успокаиваешься полностью и начинаешь наслаждаться поездкой. Что-то отваливалось или ломалось, даже когда я был один, и в какой-то момент я уже просто такой, типа, ну и ладно, сейчас пойдём, что-то починим, что-то подкрутим. Это не вызывало никаких негативных эмоций, это просто такой, типа, ну ок, даже какой-то интерес вызывало, даже какой-то азарт, а смогу ли я сам это починить, как я выйду из этой ситуации. Вот тогда начинается кайф, плюс уже за полторы-две недели ты побывал в лютых жопах, тебя откуда-то доставали вазики, куда-то ты залезал, куда-то ты не залезал, то есть ты уже понял, что тачка способна, ты уже привык водить, и тоже негатив весь этот уходит, ты начинаешь просто наслаждаться поездкой, наслаждаться отпуском, хотя это был не отпуск. В целом, в целом было круто со своими какими-то негативными моментами, но это путешествие. В путешествии ты познаёшь себя, познаёшь, на что ты способен, в путешествии всегда появляются те моменты, которые тебе не нравятся, которые тебя триггерят. И это нормально, в путешествиях ты растёшь как раз на таких моментах, когда ты начинаешь разруливать какие-то вещи, потому что у тебя просто нет выбора, разруливать их или нет. Так, ну а теперь давайте пройдёмся по машине, и вкратце я про каждую вещь расскажу, что было круто, что было говно, что сломалось, что нет. Начнём с антенны. Антенна, антенна зашибись, антенна ловит интернет, усиливает интернет, в общем, с интернетом всё было круто. Немножко она подрасхлябалась, то есть приходилось прям этот болт подзакручивать достаточно сильно. В общем, если в начале пути она прям так достаточно тяжело ходила туда-сюда, и её просто один раз поставил, и всё, она стоит, то под конец путешествия от ветерка, даже небольшого, антенна начинала падать. Приходилось очень сильно подкручивать болт. В общем, с этим нужно разобраться, нужно сделать её прям, чтобы она держала любые порывы ветра, и стояла прямо, когда мне нужно, чтобы она стояла прямо. Сидухи. Сидухи супер топ, просто вообще. Дагестанские дорожки, я думаю, вы поняли, какое там зло. Очень часто ты едешь по полному говнищу. Не знаю, как было бы на стоковых боксерных сидениях, думаю, было бы не очень, но эти прям чувствуются, когда ты трясёшься, прыгаешь, как амортизирует твоя жопа на этом офигенном бэховском поролоне. Сидухи просто супер, вообще вот ни разу не пожалел, просто отдал полтинник на сидухе. Очень удобно, никакого дискомфорта, когда сидишь. Да, понятно, что немножко затекает, когда едешь там несколько часов, 5-6, там спина подзатекает и далее, но это, я думаю, на любых сидениях. Круиз-контроль. Вы про него ничего не знаете, я поставил его на дороге обратно с Дагестана, я заехал в Москву, там своя история, короче, я всё-таки поставил круиз-контроль. Здесь уже немножко покатался Москва-Питер и Полинобласти, топчик круиз-контроль, но я думаю, все и так знаете, круиз-контроль супер вещь, очень удобно, когда тебе не нужно всеми нажимать педаль газа. Вот этот вот держатель за 300 рублей с Яндекс.Маркета. Не топ, но хорошая штука. Сейчас не знаю, смогу ли я одной рукой поставить мобилу. Да, то есть вот так вот ставишь мобилку, впихиваешь туда либо навигатор, либо антирадар, либо ещё что-то. Удобно, потому что прямо, ну, практически напротив глаз, то есть она работает как, как эту штуку называют-то? Проекция. Как проекция на крутых тачках на лобовуху. Вот примерно, я думаю, так же она работает. Удобно, но иногда она от тряски вот так вот складывается мобила. Сейчас покажу. Опа, вот так вот, пам. Но, что тоже не очень тебя парит, потому что главное, что мобил никуда не улетает. Она просто падает, её вот так вот зажимают этим зажимом, и ты просто можешь обратно её вернуть на место, когда нужно. В целом удобно. Планшет. Зашибись. Большой экран. Круто. Тут говорить ничего не буду. Планшет-то планшет. Держака. Держатель от планшета суперкрутой. Хорошенько его затянули. И, в общем-то, даже на супер-жёстких каких-то кочках он держался. Так, как я его поставил, никуда ни вниз, ни вверх не прыгал. Поставлю в описании ссылку. Он стоит там что-то 3000, но он реально крутой. Подстаканник топ. Очень удобно класть сюда водичку, какие-нибудь вафельки. Даже эспандеры сюда клали. Короче, здесь тоже нечего говорить. Офигенно. В целом, вроде по кабине всё. Здесь, кроме лобовухи и дворников, ничего не сломалось. Но это не кабина уже. Сейчас про это тоже поговорю. А, ну, здесь у меня ещё висит вот такой вот держака. Китайский, давно купленный для таймлапсов на GoPro. Сюда засовываешь его и снимаешь таймлапсы. Очень удобно. Прилетела мне вот такая, такой вот камешек. По-моему, это было в самом конце, когда я поднимался на Таркитау, на смотровую площадку над Махачкалой. Я услышал жёсткий звук, но я не понял, что произошло, потому что не видно мне вот эту штуку из-за планшета. То есть я заметил только с утра. Ну, всё, то есть пошла трещина и так далее. Есть тварик, что придётся менять лобовуху. В замену лобовухи 9 тысяч рублей. Дворники. Посмотрите, какие у нас сексапильные дворники. Короче, расхлябался. Вот здесь вот сам держатель дворника. Когда я ехал в Москва-Питер, просто дворник начал заходить. То есть вот у него где-то здесь вот типа его стоп, да, докуда он идёт. Он начал прям заходить вот сюда. Сюда начал биться об стойку. Потом начал даже биться вот здесь вот. И просто в какой-то момент он отлетел. Наверное, придётся менять всю трапецию. Не знаю. Но это тоже не шибко дорого. Это зеркало, которое мне вроде как меняли. Но оно на большой скорости, оно вот так вот трясётся. По-хорошему, конечно, тоже это говно заменить. Давайте потихоньку переходим в сам автодом, скажем так. Планар. С планаром всё отлично. Планар работает, планар греет. Не скажу, что звукоизоляция как-то помогла, как я уже говорил. Но с берушами спится зашибись. Планар. Красава. Так. Вешалки. Они были тугие. Они прям держались в своих пазах. Сейчас они вот так суперлёгко, легко ходят. И когда ты куда-то едешь, они все вот открытые получаются. Но это по факту не мешает. Сюда их можно обратно закрыть. Но типа они подрасхлябались. Есть такая фигня. Но здесь, я думаю, мы ничего делать не будем. Свет. Со светом всё суперкруто. За исключением того, что вот этот шум вонючий на видос. Это бесит. Из-за этого я купил лампу, чтобы снимать видео. Ну и лампа вечерком даёт вот этот тёплый свет. Это тоже прикольно. То есть этот дневной свет, он очень хорош для каких-то дневных там дел. Сказать, им нужно там приготовить еду или просто посидеть, поработать. Но вечером всё равно хочется чего-то такого потеплее. Шкафчик. Тут всё в порядке. Он свою функцию делает. Хранит вещи. Куртки вешать достаточно удобно. Много места они здесь не занимают. Бутылочница. Отличная вещь. Не сломалось ничего. Помещается дохрена сюда всякой химозы. Здесь тоже очень удобно всякую бумажную фигню хранить. Она никуда не девается, не улетает, ничего. Коврики, кстати, тоже очень крутые. Удобные. Их легко чистить. Я думал, эти давкаровские коврики стоят дорого. Они там стоят что-то там две с чем-то тысячи. Идём в душ. Ну, с душем я уже рассказывал миллион раз про поддон. То, что вода плохо уходит, потому что маленький скос. Сейчас тоже будем думать, что с этим делать. Наверное, просто какую-то ещё вставим вставку с большими скосами. То есть, немножко поднимется сам поддон с этой вставкой. Но у меня там есть место ещё для головы. Вот. То есть, просто такая вставка со скосами. И должна вода будет нормально уходить. Бил туалет. Всё зашибись. Удобно с ним. Единственное было странное. То, что первый раз, когда я его залил, вообще не было никаких запахов. Ну, только немножко запах самой этой тетфордской жижи. И всё нормально. Второй раз, когда я его залил, запах отходов, скажем так, немножко проявлялся через эту фигню. Как это влияет, я не понял. То есть, наливал я каждый раз одинаково. Что жижи, что туда воды. Но, в целом, удобно то, что его можно там повернуть, как хочешь. То, что можно его вынуть, когда ты моешься. Термостат, душ, полочка. Всё нормально работает. Здесь вешалки зашибись. Холодильник отлично. Морозит, не открывается. Значит, шкафчики в целом всё зашибись. Кроме вот этого нижнего, он подсломался. То есть, его можно закрыть. Но он всё равно будет в процессе движения выдвигаться. То есть, там надо увеличить, видимо, защелку эту высоту, за которую засыпляется язычок шкафчика. Та будет нормально. Индукционка. Да, работает хорошо, но жрёт до хрена. Есть варик, что мы её нафиг уберём. И сюда поставим двухкомфорочную газовую плиту, которая переносная, типа примуса. Чтобы просто эти, ну, небольшие баллончики, их накупить там до хрена и просто их менять. Как вы видели из видосов по Дагестану, я просто использовал однокомфорочный примус здесь. И это было намного круче. Одного баллона хватает там на 3-4 дня. И это удобно. То есть, типа совместить электросистему и газовую систему, взять хорошие оттуда и оттуда и кайфовать. То есть, тебе не нужен газ. Прямо внутри автодома тебе не нужно его заправлять, потому что есть баллоны. И у тебя нифига не тратится энергия, потому что ты не тратишь электричество за счёт того, что это газ. Здесь всё хорошо. С этими ящиками всё хорошо. Полочка достаточно удобная сюда что-то класть. Значит, модный ящик. Его иногда нужно подпридерживать, чтобы он вставал в 90 градусов. Но по факту тоже тут всё нормально, удобно. Берёшь, ставишь как нужно тебе зеркало и чистишь зубы. Там, не знаю, умываешься. Прикольная штука. Иногда он открывается, но по факту это никак не мешает. Он просто вот так вот типа стоит в процессе езды и всё. Никуда не девается. С окном всё зашибись. Отлично держит тепло и шум. Вообще никаких проблем с ним нет. Ну, в общем-то, даметик 35 тысяч. Кран отлично, рукомойник, раковина отлично. Здесь сказать нечего. Всё просто хорошо. Чё дальше? Это сдвижная дверь. Нормально всё работает. Удобно. Внизу тоже рассказывать нечего. Всё помещается, скажем так. Этот ящик тоже зашибись всё тут отрабатывает. Всё в себе хранит. Там удобно лежит удлинитель. Он никуда не девается, ничего. Так, по столу. Если резко тормозить или если резкие там спуски, то он вылетает вот сюда. Ну, то есть может немного гулять туда-сюда. Поэтому здесь где-нибудь мы сделаем какой-нибудь стопор, чтобы при езде он никуда не девался. Кресло отличное. Дешёвое, мягкое. Монитор, как видите, мы уже сняли. Отнесли его ко мне домой, чтобы я мог сидеть с ним и кайфовать дома. В целом всё зашибись. Монитор супер здесь отлично держится. Ни разу эти мохнатки не подвели. Монитор рабочий, не сломался ничего. Кронштейн хороший, удобный. Но вообще, конечно, всё равно 32 дюйма монитор. Ну, он реально очень большой. Это круто, но я думаю попробовать всё-таки свой второй 27 дюймовый монитор сюда присобачить. И с ним поездить. Посмотреть, может быть, мне будет удобнее. Как минимум, может быть, здесь будет больше места. Не нужно будет его там так часто отодвигать. И подвигать, чтобы там проходить туда или сюда. Так, с этими ящиками всё зашибись. Подушки отличные, одеяло отличное. Матрас хороший. Но, честно, 85 тысяч я за него отдал. Ну, я не чувствую, что он прям 85 тысяч стоит. У меня матрас тоже осконовский за десятку дома. Я не скажу, что он сильно хуже. Ну, то есть, такой матрас, ну, может быть, 30-40 тысяч. Ну, типа 85. Не знаю, не знаю. Не почувствую. Прикола. Так, чё ещё? Карта. Ну, дверь, как бы, как она ломаная, так она ломаная. Туда нужно менять механизм этот там, что там, подшипники? Не помню. Короче, это ещё понятно было до Дагестана. Что-то говно её надо чинить. Карта выглядит супер. Но, если честно, стирать её, скретчить, это вообще, я понял, не моя тема. Мне не понравилось это делать. Поэтому я тут почти ничего не стирал. Но просто сам факт, что она есть, она вот такая красивая тут висит, отлично. Добавляет настроение каждый день. Так, сейчас переместимся в зад. Крепления для лестницы, да, отрабатывают. В общем-то, я туда лазил, по-моему, один-два раза всего. Чё там мне наверху делать? Люто там мыть солнечные панели у меня. Большого кого-то желания, необходимости не было. Здесь, в общем-то, как вы видели в видосе, вот эта штука отошла. И двери не закрывались. В видосе по Астрахани я его починил сам. Всё с ней нормально. Шланг удобный. Продолжаем. Так, здесь всё хорошо. Шланг очень удобный. На быстросъёме быстренько его оттыкнул. Присобачил краном, где есть вода. Налил. Места полно. Отличное кресло, стол. Пользовались пару раз. Удобно, много мест не занимает. Лестница супер. Здесь, в общем-то, тоже ничего не отломалось, не сломалось ничего. У меня ещё есть некоторые непонимания, как следить за напряжением на аккумуляторах и за его ёмкостью. Но это мы с Лёхой сейчас тоже будем разбираться, что там с этим делать, потому что ты реально иногда не понимаешь из серии, ты можешь сейчас бойлер включить и помыться, или всё отъебнёт, потому что просто не хватит напруги. В общем, вот, всё, камера тоже работала. Её просто надо иногда очистить, даже до туда долетает грязь. И камера становится не очень информативной из-за грязи. Ну чё, друзья, и давайте, понятное дело, поговорим о цифрах. Путешествие у нас с Лёхой у меня заняло 21 день, то есть ровно 3 недели. И за эти 3 недели мы проехали, я проехал 7000 километров. Давайте по деньгам, сколько я потратил и на что я потратил. Как обычно, здесь появляется чёрная фигня, на которой будет всё написано, по большому счёту. Но сейчас мы, я чего-нибудь уточню, что здесь может быть не очень понятно. Платные дороги 8400, а это чисто Питер-Москва, Москва-Питер. Да, к сожалению, это вот так вот не дёшево для грузовых тачек. Бензин. Половину стоимости бензин, но это, я думаю, и так все понимали, что главная затрата у любого автодомщика это бензин 40 тысяч с половиной. Короче, ровно половина вот всех затрат. Кафешки 1.300 достаточно много, но я, как говорил много раз, то, что нам проще зайти в кафешки поесть, чем тратить время, готовить еду. Мне так просто более комфортно. Это хостовары, это всякие коврики, органайзеры, швабры и так далее. То есть, те вещи, которые просто нужно было докупить в автодом, потому что мы очень быстро срывались в Дагестан. То есть, это можете не учитывать в затратах, которые у вас будут. Парковка, стоянка 100 рублей. Это когда мы ехали в Дагестан просто запереночевать на каком-то месте, нас сотку просили. То есть, в Дагестане все было полностью бесплатно. Аптека 210, это беруша и что-то еще. Потому что у меня было все с собой, просто миллион лекарств. Я вроде показывал в каком-то из видосов. Экскурсии 5550, это 3000 была по Ирганайскому водохранилищу. По-моему, 1000 это Самурский лес и куда-то там еще, видимо. А, по Дербенту. Я там платил, да, какие-то деньги за входы в различные достопримечательности. Мойка понятна. Это запчасти, не помню, что мы там купили. Химчистка ясная в Дербенте. Химчистился. Таксиста 90, опять же, по Дербенту. Это я три раза покатался. Сувениры. Нормальных прикольных сувениров не нашел. Купил чашку. Дагестан прикольненькую достаточно. Дома стоит. И штраф от мне пока только один пришел. 300 рублей. Может быть, что-то придет еще, но сомневаюсь. В целом, за три недели путешествия по Дагестану я потратил 83 тысячи рублей. Много это или мало, решать вам. Я считаю, что это такая, ну, достаточно обычная цена. Стоимость путешествия на автодоме, да, того же можете Олега Вантуриста посмотреть. По-моему, у него видосы с Норвегией. Он говорил, что он тратил примерно сотку в месяц. Тут 83 за три недели. В общем-то, то на то и выходит. Вот так вот. Как и обычно, всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, было интересно, полезно. Если я что-то забыл, пишите в комментарии. Обязательно отвечу, что произошло. Вроде как постарался все, что нужно осветить. Я думаю, дальше еще будут выходить различные видосы по автодому. Во-первых, про переоформление, переоборудование еще видос будет. И по-любому будем какие-то делать улучшения, доделочки. Есть несколько мыслей, что дальше делать. Думаю, так что еще видосики будут. Поэтому, если пришли на мой канал только ради автодома, то можете пока еще не отписываться. Еще про автодом видосики будут. Не только про путешествия. Все, увидимся. Всем удачи. Всем пока. До встречи. И типа того.